Вопрос сегодняшнего послания звучит так. Какие именно перемены несет Иисус? Моя жена любит делать перестановку. Обычно все начинается с нескольких элементов декора, а затем передвигается мебель, появляются новые предметы мебели, перекрашиваются стены. Иногда это может привести к удалению стены и появлению нового окна. На этой неделе я смотрел документальный фильм об архитектуре города Доусон в Канаде. Доусон был эпицентром Клондайка во время золотой лихорадки в конце 19 века. В городе буквально за одну ночь появилось 40 тысяч жителей. Из-за вечной мерзлоты в том регионе дома возводились быстро и без соответствующего фундамента. Прошло 125 лет, и эти старые здания начинаются рушиться. Город буквально сыпется на землю, потому что вечная мерзлота тает. Чтобы спасти здания и сохранить их для следующих поколений, правительство инвестирует в новые фундаменты и каркасные конструкции, которые защитят их от сильных морозов и оттаяния вечной мерзлоты. Если говорить о реконструкции вашего дома, вы представляете лишь покраску внешних и внутренних стен, или же вы думаете о новом основании и возведении новых стен, новой водопроводной системе, новых проводах и новые крыши. А если говорить о реконструкции в вашей жизни, то вы представляете лишь несколько внешних изменений или какой-то серьезный ремонт. А какие перемены приносит Иисус? В стихах, предшествующих нашему сегодняшнему отрывку, Иисус говорит парализованному человеку, «Твои грехи прощены», а потом доказывает, что он имеет власть прощать грехи, и, исцелив его, человек встал, взял свои вещи и ушел домой. Что же дальше? Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин, по имени Матфея. Итак, Иисус видит сборщика налогов Матфея и останавливается возле него. Давайте вначале разберемся, кто такие сборщики налогов. Сборщик налогов — это человек, нанятый как представитель власти. В этом случае Ирода Антипы — правителя, который сотрудничал с Римом. То есть Матфей — это тот, кто сдает своих соотечественников римским оккупантам. Евреи считали Матфея предателем. Сборщики налогов были известны тем, что брали из людей больше, чем было нужно. Они брали налоги за урожай, улов, любую прибыль, импорт и экспорт товаров, дороги, мосты, рынки, животных, за все. Эти налоги были тяжелым бременем для еврейского народа. Поэтому сборщики налогов ненавидели и презирали их. Их не пускали на собрания в синагогах. Они считались ритуально нечистыми, потому что постоянно контактировали с язычниками, а также работали в шаббат. Никакой уважающий себя еврей не стал бы общаться с ними и никогда не пошел бы в гости к таким людям, но как поступит Иисус? В Евангелии от Марка упоминается, что Иисус находился у моря. Следовательно, Матвей собирал налог с рыбаков, возвращающихся с восточной стороны Галилейского моря. Представляете, как он был популярен среди четырех учеников, которых Иисус призвал в четвертой главе. Рыбаков Петра, Андрея, Иакова и Иоанна. Иисус уже исцелил несколько социальных отчужденных людей, слугу римского сотника, прокаженного и женщину. Он нарушил религиозную чистоту, переступил этнические и гендерные барьеры. Что же он сделает сейчас? Девятый стих. И говорит ему, следуй за мной. Матвей был религиозно, политически и социально неприемлем, но Иисус готов был призвать этого опозоренного грешника к себе. Иисус не стыдился того, что Матвей будет в его компании. А что сделал Матвей? Как и парализованный, он тут же встал и последовал за Иисусом. Он уже видел чудеса и слышал проповеди Иисуса в маленьком городе Капернаум. Он был готов. В Евангелии от Луки написано, что он оставил все. Свою должность, работу и огромный доход. Вот так перемены. Но давайте не забывать о влиянии, оказанном на жизнь Матвея. Рыбак всегда может вернуться к рыбалке, но сборщик налогов не мог вернуться на свою прибыльную должность. Матвей оставил все и последовал за Иисусом. Настоящая вера ведет к послушанию. А что оставили мы, чтобы последовать за Иисусом? Кто-то оставил свой дом, семью, работу и даже свою страну. Кто-то оставил привычки, зависимости и пристрастия. Кто-то оставил свое мировоззрение, религию и идеологию. Иисус приносит полную реконструкцию. Решение Матвея следовать за Иисусом привело к чему-то удивительному. Давайте посмотрим на 10 стих. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с Ним и учениками Его. Лука пишет, что Матвей организовал для Иисуса огромный пир. Но тут мы читаем нечто неожиданное. Матвей пригласил на свой праздник не только Иисуса, но и многих сборщиков налогов и грешников. Лука пишет, что это была огромная кампания и настоящая вечеринка. Скорее всего, эти мытари и грешники были друзьями Матвея. Матвей хочет, чтобы его друзья перешли ту же милость и то же исцеление для своих душ, которое пережил он, когда Иисус позвал его за собой. Матвей пригласил своих друзей на встречу с Иисусом. Настоящая вера приводит к действиям. Там была комфортная и непринужденная атмосфера, или же были моменты неловкого молчания. Меня много раз приглашали в гости к людям, которые недавно приняли Иисуса. Они часто представляли меня как своего пастора. После неловкого молчания их друзья не знали, что со мной делать. Предлагать ли мне вино и пиво, извиняться за свои ругательства, буду ли я смеяться над их шутками. Но даже посреди такой неловкости есть возможность для разговора, смеха и общения. Готовы ли мы идти в такие неловкие места? Или нас больше интересует безопасная жизнь? Кто те друзья, которых мы пригласили познакомиться с Иисусом? Не все были в восторге от вечеринки Матвея, 11 стих. Увидев то, фарисеи сказали ученикам его, «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Почему фарисеи не радовались тому, что сделал Иисус? Может, потому что они не попали в список приглашенных? Фарисеи были популярны среди обычного населения и имели связь с местными синагогами. Они были известны строгим соблюдением закона из Ветхого Завета, а также всех традиций, которые были добавлены к закону и соблюдались в повседневной жизни. Там были тысячи правил, и они делали все, чтобы остаться чистыми. Они считали себя движением, несущим обновление в уйдаизм. Наблюдая за вечеринкой у Матфея, они ворчали. Их вопрос к ученикам Иисуса больше похож на обвинение, чем на желание понять. Они в шоке от того, что Иисус ест с грешниками. Чтобы понять их шок, нам нужно понять важность общения за столом в Древнем мире. Общение за столом говорило о принадлежности. Были строгие правила того, кто может или не может участвовать в трапезе. В понимании фарисеев то, что Иисус разделил пищу с предателями, мытарями и грешниками, означало, что Он отождествлял себя с ними и одобрял их поведение. Ни один уважаемый раввин не ел бы с мытарем и уж точно не сделал бы его своим последователем. Грешниками называли тех, кто был уличен во всех известных грехах. Проституток, преступников, мошенников. По мнению фарисеев, грешники сознательно игнорировали нормы иудейского поведения. Они были нежелательными гостями, и еда с ними делала человека ритуально нечистым. Никакой уважаемый раввин не ел бы с грешниками, но Иисус другой. Он прикоснулся к нечистому прокаженному, прикоснулся к женщине, и был готов пойти в дом римского сотника. А теперь он готов наслаждаться вкусной едой с грешниками. Он нарушил все социальные нормы того времени. Он не только ел вместе с мытарями и грешниками, но делал это в нечистом доме мытаря. А мы стараемся избегать таких людей. Мы хотим, чтобы нас ассоциировали с теми, с кем у нас есть что-то общее. Спортивные команды, политические партии, религиозные группы. Мы хотим ассоциироваться с группами, которые добавляют нам плюсов. Каким группам мы хотим принадлежать, от каких мы стараемся бежать. А Иисус присоединился бы к нашей группе. Фарисеи считали, что Иисус присоединился к команде нежеланных. Его действия скандальны. Среди его друзей неправильные люди. Ди Эй Карсон написал, «Ожидая Мессию, который будет давить грешников и поддерживать праведников, фарисеи не могли принять того, кто принимает и трансформирует грешника, а праведников называют лицемерами». Жизнь Иисуса столкнулась со взглядами фарисеев. Он бросает вызов не только их поведению, но затрагивает суть их мировоззрения, верований и ценностей. Для них важна внешняя набожность. Они видят лишь промахи грешников, а Иисус видит сломленных людей. Он демонстрирует сердце Отца, сердце милости. Фарисеи не понимают миссию Иисуса. Он слышит их разговор с учениками. Это 12 стих. «Иисус же, услышав это, сказал им, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные». Чтобы обозначить свою миссию, Иисус использует метафору о докторе. Во времена Иисуса больницы кабинетов врачей не было. Доктора шли к больным, их вызывали на дом, а Иисус — доктор души. Его вызывали на дом. Если Он собирается вылечить больные души, то Ему нужно идти туда, где находятся эти люди. В Матвея 1, 21 сказано, что Иисус пришел спасти людей от их грехов. Это обещание духовного исцеления является отличительной чертой послания Иисуса. Его миссия заключалась в том, чтобы искать и находить отъявленных грешников и изгоев общества, как Матвей. Просто поразительно, как Матвей, автор этого Евангелия, представил себя. Как мытарь, он был научен делать записи. Он умел красиво писать и, скорее всего, свободно владел греческим и арамейским. Он прекрасно подходил для написания этого Евангелия. Но Матвей представляет себя совсем не так. Он рад быть хотя бы в группе мытарей и грешников, обычным грешником, спасенным по благодати. А мы видим себя среди обычных грешников. Великий голландский художник Рембрандт был таким, как Матвей. Его музей находится в Амстердаме. Он изобразил сцену распятия с персонажами, которые, предположительно, были там. Иисус, два разбойника, солдаты, толпа зевак, а в нижнем углу картины автопортрет Рембрандта. Он считал себя виновным в распятии Иисуса и не боялся признать это. Рембрандт также верил, что Иисус спас его от его грехов. А как мы видим себя? Матвею нужно было исцеление Иисуса, и как в случае с паралитиком, он больше всего нуждался в исцелении от греха. Все мы приходим к Иисусу как грешники, спасенные по благодати. Но, к сожалению, со временем мы становимся такими, как самоправедные фарисеи. Фарисеи считали себя здоровыми, правильными перед Богом из-за своего религиозного поведения. Они приносили жертвы, но их внешние жертвы маскировали их внутренние проблемы. Иисус продолжает 13 стих. «Пойдите, научитесь, что значит, милости хочу, а не жертвы, ибо Я пришел призвать неправедников, но грешников к покаянию». «Милости хочу, а не жертвы». Это цитата из Осии 6, 6. Иисус говорит, как настоящий раввин. «Пойдите и научитесь». Что это значит? Возможно, это оскорбило книжников и фарисеев, которые считались экспертами закона, но было то, чего они не понимали. Что? Бог больше заинтересован в милости, чем в религиозной деятельности, чем в этих жертвах? Если бы они правильно понимали Бога, то они ходили бы в дома к больным, как Иисус. А наша жизнь не характеризуется религиозной деятельностью или милостью, Иисус пришел призвать неправедников, а грешников. Его сострадание к людям – это не только эмоции. Он шел к тем людям, разговаривал с ними, прикасался к ним и ел с ними. Он позвал их на свой свадебный пир. Это была одна из основных характеристик Мессии Иисуса. Цитируя «Осию», Иисус напоминает фарисеям о Древнем Израиле, где религиозные люди сохранили форму иудаизма, но утратили сердце своей веры. Они были невестой, которая бросила своего жениха, Бога. Иисус говорил не о том, что фарисеи должны быть более понимающими по отношению к мытарям и грешникам, а о том, что они тоже грешники. Им тоже нужно спасение и исцеление. Иисус дает им новое определение грешника. Грешник – это тот, у кого нет Божьего сердца. В Матвее 23 Иисус рассказал, что Он думает об их праведности. Они проповедуют, но не живут так. Они все делают на показ. Они любят почетные места на праздниках. Они любят, чтобы их называли учителями. Они слепые поводыри. Они пренебрегают справедливостью, милостью и верностью. Они вымывают внутренности посуды, но внутри они полны жадности и потакания своим прихотям. Они – крашенные гробы, полные костей. Ого! Согласно Иисусу, фарисеи также скованы своим грехом, как и парализованный. Они также нечисты, как презренный мытарь. Но они слепы и не видят свою духовную болезнь. Их сердца, далеки от Бога, а их отношения к грешникам прекрасно демонстрируют это. Они отчаянно нуждаются в милости и восстановлении, которое принесет Иисус. Майкл Уилкинс написал, «Грех не лечится религией. Грех – это внутреннее духовное заболевание, и нужно честно признать, что оно не лечится нашими собственными попытками религиозной праведности. Грех может вылечить только великий доктор. Иисус – это послание потрясло их теологию и бросило вызов их самоправедности. Они усердно изучали Писание, а если они не живут правильно, то кто тогда?» Что мы упускаем? Мы все еще приходим к Богу со своей праведностью. К Иисусу приходит еще одна группа – ученики Иоанна Крестителя. У них тоже есть вопросы к служению Иисуса. 14 стих. «Тогда приходят к Нему ученики Иоанновы и говорят, почему мы и фарисеи постимся много, а твои ученики не постятся?» Возможно, этот вопрос спровоцировала вечеринка Иисуса и его окружение в доме Матвея. В Израиле практиковали посты от еды на 40 дней. Как постился Иисус в пустыне, были частичные посты от мяса и вина. Как постился Даниил в Вавилоне. А также был пост от всей еды и воды, как постилась Иосфирь в Персии. И был еще один день поста, установленный законом Моисея, в день искупления. Фарисеи пошли значительно дальше. Они постились дважды в неделю и своим внешним видом всем сообщали об этом. А почему ученики Иисуса не постились в качестве духовной дисциплины или в знак покаяния? 15 стих. «И сказал им Иисус, могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених, но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься». Иисус использует метафоры свадьбы, чтобы объяснить поведение своих учеников. Празднование свадьбы, которое длилось несколько дней, было символом радости и торжества. Иисус — жених. Он — Яхве посреди них, «Когда жених будет взят, тогда они и будут поститься». Слово «взят» говорит о насильственном изъятии, предсказывая арест Иисуса, суд, распятие и смерть. После этих событий ученики будут регулярно поститься и молиться. Мы видим это в книге деяний, но сейчас время веселиться, а мы наслаждаемся пиром, на котором присутствует Иисус. Иисус объясняет, что несет Его Царство еще двумя метафорами. 16 стих. «И никто в ветхой одежде не представляет заплаты из небеленной ткани, ибо вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливая также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливает в новые мехи, и сберегается то и другое». Что говорит Иисус? Заплата из новой еще не севшей ткани на старой растянутой одежде может порвать изделия еще сильнее. Иисус не пришел прицепить новые заплатки к еврейской религии. Он предлагает новые одежды праведности, свадебные наряды Царства, купленные его смертью и воскресением. А также новое вино не вливают в старые мехи. Мехи для вина делали из кожи животных. Со временем мехи становились более жесткими и ломкими. Молодое вино, которое еще продолжает бродить, может разорвать старую кожу, испортив и сосуд, и вино. Молодое вино выливает только в новые мехи, достаточно эластичные, чтобы выдержать давление ферментации. Иисус пришел не латать старую одежду или выливать свое Царство в старые формы иудейских традиций. Он не пришел и крепить еврейские традиции. А зачем Иисусу наполнять этот сосуд лицемерия новым вином? Жизнь в Царстве Иисуса требует совершенно нового наряда и совершенно нового вина. Он пришел для того, чтобы подлатать нашу старую религию или добавить еще немного вкуса нашей и так хорошо устоявшейся жизни. Он пришел не для того, чтобы налить в вашу кружку новое вино, которое будет лучше подходить к сыру. Он пришел, чтобы наполнить вас новым вином, пропитать вас этим вином. Он пришел, чтобы предложить настоящее исцеление и новую жизнь. А наши жизни наполнены новым вином. Как выглядит жизнь в новом вине? Она начинается, когда мы полностью подчиняемся Иисусу, наполняясь Духом Святым. Мы входим в живые отношения с Богом. А какую реконструкцию делает новое вино? Жизнь в новом вине — это когда мы наслаждаемся присутствием Иисуса, а не просто изучаем Писание. Дух Божий говорит к нам через Писание, и это перестраивает наши сердца, меняет наше мировоззрение и наши ценности. Жизнь в новом вине — это когда в молитве мы не просто перечисляем просьбы, а общаемся с Богом и молимся о том, что важно для Него. Мы не просто ходим в церковь, мы и есть церковь. Мы объединены Духом Божьим, и мы проживаем эту жизнь вместе. Иногда во время ремонта мы не успеваем что-то закончить. Какая-то стена недокрашена, не хватает кусок плинтуса. Первые несколько недель недокрашена стена или недостающий плинтус нас раздражают, но со временем мы вспоминаем о них лишь изредка, а затем мы настолько привыкаем к этому, что уже перестаем замечать. А к чему мы привыкли в своей жизни. Но это нуждается в реконструкции. Когда нас наполняет новое вино Иисуса, оно полностью реконструирует наше сердце. Когда мы наполнены Его новым вином, мы многое оставляем, чтобы следовать за Ним. Мы приводим к Нему своих друзей. Мы отождествляем себя с обычными грешниками, спасенными по благодати. Нашу жизнь характеризует милость к сломленным грешникам. Мы все больше и больше носим в себе сердце Бога. Наши жизни наполнены Его новым вином. Мы просто подставляем Ему чашку или полностью открываемся Ему, чтобы наполниться Его Духом. Давайте помолимся. Иисус, спасибо за приглашение на Твой пир. Спасибо за то, что Ты предложил нам новые одежды, одежды праведности, которые Ты приобрел Своей смертью и воскресением. Мы можем теперь приходить к Отцу благодаря этим одеждам праведности, которые Ты дал нам. Ты заплатил за нас Своей жертвой. И благодаря этой жертве мы можем наполниться новым вином Твоего Духа. Иисус, мы просим Тебя, проведи полную реконструкцию наших сердец, прости нас за то, что мы были слепы перед собственной греховностью и подчинили Тебе свою жизнь полностью. Иисус, наполни нас Собой, жизнь в Тебе. Ты путь, истина и жизнь. Поэтому мы просим Тебя провести в нас новую работу, чтобы мы жили для Твоей славы, достигали тех, кто нуждается в Тебе, приглашали грешников за наш стол и делились с ними той новой жизнью, которую мы имеем в Тебе. Иисус, проведи среди нас Свои работы. Мы хотим быть Твоими людьми, которые живут для Твоей славы и ходят Твоими путями. Во имя Иисуса. Аминь.